Тема сегодняшнего нашего семинарчика это обзор новых возможностей в Windows Server 2016. И мы с вами поговорим о том, какие, на мой взгляд, интересные особенности есть. Сразу говорю, о всех особенностях рассказать просто не представляется возможным. Во-первых, потому что продукт еще не вышел окончательно в окончательном релизе. Только когда он выйдет, мы сможем окончательно сказать, что там будет нового. Но тем не менее, на тех известных уже вещах, которые официально объявлены, я, конечно, остановлюсь. Посмотрим, какие возможности в Hyper-V именно для нас с вами будут интересны. Ну и хотелось бы традиционно в конце услышать от вас, прочитать в чате, какие, на ваш взгляд, возможности для вас были бы интересны. Дабы, возможно, в следующий раз мы с вами встретились и, может быть, уже какие-то практические действия выполнили. Возможно, в виде какого-то небольшого лабораторного занятия, практикума, для того, чтобы можно было посмотреть эти новые возможности вживую. Потому что сегодня мы поговорим исключительно теоретически обо всем. Так что давайте приступим. И мы с вами на чем остановимся. Это nested virtualization, новый формат VHDX файлов. Это возможность загрузки Linux операционных систем, так называемый Secure Boot, который появился в 2012 сервере. Ну и так далее. Но я не буду зачитывать, чтобы, опять же, время ваше не тратить. Мы все это посмотрим по слайдикам. Ну и давайте мы с чего начнем. Nested virtualization или же вложенная виртуализация. То, что мы будем надеяться, будет не просто появиться, а будет еще и корректно и хорошо работать в новом сервере. Что она из себя представляет и для чего она нужна. Чтобы было понятно всем. Это технология, суть которой заключается в том, что в рамках виртуальной машины, которая запущена поверх платформы виртуализации, в данном случае Hyper-V, мы можем запустить гостевую операционную систему, которая сама по себе является платформой для виртуализации. То есть виртуализация внутри виртуализации. Где это может быть интересно? Ну, прежде всего, конечно, это интересно тем, кто хочет попробовать какие-то новые возможности. Но при этом абсолютно объективно опасается внесить изменения какие-то в текущую рабочую среду. Дополнительного оборудования нет, есть ресурсы серверов, но при этом, опять же, как я уже говорю, есть опасения, что что-то я могу испортить, а попробовать новенькое что-то хочется. Для программистов, для тех людей, которые хотят изучить новые возможности и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, конечно, нельзя сказать, что вложенная виртуализация – это что-то новенькое, что придумала Microsoft и никогда ни у кого до этого похожих технологий не было. Безусловно, у конкурентов эти возможности были и раньше. Просто до 16 сервера Microsoft по неизвестным причинам не занималась этим вопросом, они не реализовывали данный функционал, у них это отсутствовало. Опять же, тот же, кто, может быть, использует продукты компании в январе, знает, что там у них это было давно достаточно сделано, без проблем все это работало. И, честно говоря, сильно не хватало этого функционала в реализации Microsoft. Те, кто привык, допустим, работать с продуктами Microsoft и не хотели бы обращать внимание на других вендоров, им неинтересно ставить какие-то другие продукты, разбираться в этих новых продуктах. У них уже реализована платформа виртуализации, им интересно на том, что у них есть уже все это попробовать реализовать. Ну, кстати, изучить тот же самый 2016 новый сервер, попробовать, если есть желание, вот, опять же, можно именно в такой платформе реализовать. Посмотрим, насколько это будет стабильно работать. Сейчас, конечно, сказать очень сложно. Какие будут поддерживаться возможности, будут ли реализованы поддержка всего функционала или какой-то только части, то есть, насколько это обрезано или не обрезано. Ну, как я уже говорил ранее, окончательно мы это узнаем только, когда выйдет релиз. Вот, тогда уже будем говорить полноценно, насколько это все будет у нас работать. Ну, по крайней мере, заявлена эта возможность. Более того, я, естественно, все это проверял, все это действительно работает. Запускать можно вложенную виртуализацию внутри виртуализации. Она действительно работает. Раньше даже и не устанавливалась, сразу выдавала ошибку. При этом, ваша гостевая система может быть реализована как на базе полноценной операционной системы, так и на базе того же самого. Ну, если кто вот знает, может быть, администрировал кора сервера, ну или того же нано сервера. То есть, тоже можно, если опять же слышали о нем. Несколько слов по поводу нового формата VHDX, NewShared VHDX формат. Опять же, напомню для тех, кто не знает, в 12 сервере появилась возможность, которая заключается в том, что вы можете совместно с другими виртуальными машинами использовать общие VHDX файлы. Реализуется это для того, чтобы у вас, допустим, была возможность, к примеру, собрать тот же самый кластер Microsoft на базе гостевых операционных систем, без привлечения, без подключения внешней инфраструктуры в виде SHD, проброса там iSCSI, использование Fiber Channel. То есть, когда вам нужно сделать кластер, но инфраструктура внешняя вам недоступна. Но, тем не менее, кластер вы хотите собрать, причем кластер будет не какой-то там игрушечный, он не какой-то будет там, не совсем может быть серьезный. Все будет работать корректно. Дело в том, что VHDX файлы в 12 сервере общие вы могли размещать исключительно на отказоустойчивых, надежных хранилищах. Это либо CSV, либо общие папки. Но кое-какие вещи были недоступны. И здесь мы сразу видим и обращаем внимание, опять же, кто может помнить интерфейс, у нас появляется дополнительная возможность, а именно создания общего диска. VHDX. Вот. VHD, общий диск, прямо вот создаем именно его. При этом у нас появляется возможность онлайнового изменения размеров этого диска. Вот. Удобный графический интерфейс. Вот. Конечно, те, кто использует именно этот формат дисков, работают с ним, они это оценят. Для вас это будет очень удобно. Пару слов буквально о нашем собрате-конкуренции, кто работает с Microsoft и не работает с Linux, наверное, будет не так интересно, но тем не менее. Microsoft активно сотрудничает с Linux Community, сообществом Linux, активно поддерживает. И все больше и большее количество дистрибутивов поддерживается официально компанией Microsoft. Вот. Более того, если вы заметили, кто использует активную виртуализацию, в Linux дистрибутивах встроены компоненты интеграции Microsoft. И многие дистрибутивы уже идут с поддержкой, допустим, такой профессиональности сразу на борту в коробке, как динамическая память, использование драйверов, мышки и так далее. Все это работает корректно, прямо с ходу с дистрибутива. Так вот, с появлением виртуальной машины второго поколения официально поддерживались в рамках этой машины второго поколения только Microsoft операционные системы в 12-м сервере. Linux операционные системы не работали с механизмом Secure Boot, то есть безопасная загрузка операционной системы. В 16-м сервере этот пробел, на мой взгляд, все-таки устранили. И сейчас обе системы полноценно поддерживаются, и вы можете ими пользоваться, что Linux, что Windows. Еще раз напоминаю, это касается виртуальной машины второго поколения. Очень интересная новая возможность, которая появилась в новом сервере, и которой, наверное, будет интересно пользоваться тем, кто начинает администрировать, управлять и использовать виртуальные машины активно. Это PowerShell Direct. Механизм, который позволяет запускать внутри виртуальной машины команды PowerShell без непосредственного обращения к этой машине по сети. То есть, если вы хотите внутри виртуалки инициировать некую задачу, сделать что-то, запустить что-то, либо наоборот, что-то остановить, то вы можете это сделать, подключившись к этой машине по сети, разными способами. В данном случае можно, к примеру, ту же консоль открыть, что-то там сделать. А можно это сделать снаружи, с сервера, запустить командлеты, соответствующую команду PowerShell, подключиться к серверу. Здесь я как раз привел скриншот, примерчик есть. Можно прям посмотреть. На виртуальной машине запускается команда, которая инициирует просмотр процесса, в данном случае getProcessNotepad. То есть, мы ищем, смотрим, есть ли там процессы такие. В принципе, если, опять же, кто-то активно работает с PowerShell, то, наверное, скажет, а что тут удивительного? Я тоже могу удаленно запускать командлеты PowerShell на других компьютерах. Причем можно как один к одному, так и один к многим. Это действительно не новый механизм. Но особенность именно этого подхода заключается в том, что для взаимодействия вам не нужна сеть. Вообще. У этой виртуальной машины может не быть сетевых интерфейсов. У нее интерфейсы могут быть, но они могут быть не настроены. У вас может быть сетевой интерфейс, но он вообще из другой сети. Вам нет необходимости иметь сетевое взаимодействие с этой виртуальной машиной. Потому что процесс обмена при помощи PowerShell идет не по сети традиционно, как у нас это обычно бывает в компаниях, а через шину VMBus. Похожая технология, то, что вы видите, и то, что появилось в 12R2 сервере. Если, наверное, обращили внимание, кто-то, возможно, даже использовал. У нас есть возможность, открывая окно виртуальной машины, здесь даже вот у меня остался, я делал скриншот, вот она кнопочка даже. Можно было использовать расширенный режим сеанса, который позволял использовать общий буфер обмена, подключать, мапировать диски, подключать диски хостовой системы внутри виртуальной машины, пробрасывать устройства различные, в том числе и USB, внутри виртуальной машины при подключении. Ну и так далее, и так далее. Вот эту вещь, они эту идеологию продлили, и теперь предлагают при использовании как раз PowerShell. То есть, еще раз, основной момент – это отсутствие сети и возможность, тем не менее, запускать команды без обращения по сети. Ну, особенно на начальном этапе конфигурирования. Представьте, что у вас нет графической оболочки, у вас большое количество виртуальных машин, которые вообще без графики, и каким-то образом ими надо управлять, каким-то образом надо их конфигурировать, начинать с чего-то. Очень, в принципе, перспективная вещь и, на мой взгляд, чрезвычайно интересная. Несколько слов буквально о том, что у нас меняются форматы конфигурационных файлов. Microsoft проанализировала, что происходит с большим количеством виртуальных машин при использовании стандартного XML-файла, который сейчас у нас используется. Ну, и они приняли решение, что эффективным будет изменение формата хранения конфигурации виртуальной машины и перехода к бинарной структуре, байнари-формат. Ну, как они думают, как они утверждают, это повысит эффективность работы виртуальной машины, снизит нагрузки на дисковую подсистему, особенно в ситуации большого количества виртуальных машин. Ну, на самом деле, посмотрим. Время покажет, насколько это будет эффективно. Конечно, как раньше, вы уже в XML-файл не залезете, не посмотрите. Инструментов, по крайней мере, пока прямого редактирования этих файлов, байнари-файлов нет. То, что будет дальше, посмотрим. Редактируем конфигурацию виртуальной машины стандартно, либо из графической оболочки, либо используя командлеты PowerShell. Если раньше XML-файл можно было открыто посмотреть хотя бы что-то, здесь, конечно, уже такого возможности не будет. Но, опять же, это на перспективу. Посмотрим, к чему это все приведет. Следующая очень интересная возможность, которая появилась, ну, появится, пока еще официальный сервер все-таки не вышел, да, появится в новом сервере, это Production Checkpoint. То есть, снимок состояния виртуальной машины, который, по задумке Microsoft, не должен приводить вообще к каким-либо проблемам с целостностью файловой системы. Если мы сейчас сделаем снапшот, то мы знаем, во многих учебниках написано, во многих статьях описано, что не все, допустим, системы адекватно реагируют на использование снапшотов, а тем более адекватно реагируют на возвращение состояния снапшота, к примеру, к вчерашнему дню, к какому-то предыдущему статусу. Примерами таких систем могут, к примеру, быть те же самые SQL-сервера, Exchange-сервера. Здесь у нас могут быть проблемы. До недавнего времени такие же проблемы были и в отношении контроля рандомена, там тоже база данных. Но в 12-м сервере эту проблему решили. Что они предлагают? Они предлагают так называемый продакшн-чекпоинт. Идея его очень простая. Внутри операционной системы, гостевой операционной системы, запускается процесс, ВСС используется, который, собственно, и выполняет процесс создания этого снапшота, чекпоинта. То есть за счет того, что выполняется задача на уровне гостевой операционной системы, то есть не снаружи это делает гипервизор, гипервизор фактически, ну, будем говорить, дает задание через свои компоненты интеграции внутри операционной системы, инициирует процесс фактически, который инициируется по тем же принципам, как и бэкап. Вот, то фактически мы делаем бэкап внутри операционной системы. Ну, снимок состояния. Вот на что-то похожее, опять же, что у вас там, допустим, в операционных системах клиентских, как возможность вернуться на предыдущую версию, или предыдущие состояния, снимки состояния машины. Единственное, на что хочу обратить внимание, это на тот факт, что этот вид снапшотов или чекпоинтов, кому как удобно говорите, он не делает состояние, ну, или снимок состояния оперативной памяти. То есть если обычный снапшот, классический, старый, добрый снапшот, он делал состояние, снимок состояния памяти, вы могли вернуть состояние не только дисков, но и того, что было в оперативке здесь, а именно состояние дисков. Для того, чтобы у нас не было проблем с целостностью файловой системы. По умолчанию у вас предлагается. Вы можете, тем не менее, если вас это не устраивает, и вы планируете использовать обычный снапшот, то вы всегда можете вернуться к этому состоянию. То есть обычный, стандартный снапшот. Вот все без каких-либо сюрпризов. Следующее, что появилось интересно, это возможность использовать горячее добавление VHDX файлов в технологиях Hyper-V-Replica. Ну, если кто, опять же, пользуется этим инструментом, то знает, что при работающих машинах, при работающей конфигурации, не так просто добавить новый жесткий диск, и чтобы автоматически система его увидела, и автоматически начала процесс репликации без каких-либо вмешательств с нашей стороны. Сейчас это не проблема, а задача, которая стоит перед администраторами, она решена. Поддерживается горячее добавление VHDX файлов в Hyper-V-Replica. Помимо этого, появилась возможность горячего добавления и удаления памяти виртуальной машины. Речь не идет о динамической памяти. Есть в Microsoft такое понятие, как динамическая память. Которая позволяет увеличивать, либо уменьшать использование оперативной памяти, если эта опция активирована. Если опция не активирована, то виртуальная машина этого не делает. У виртуальной машины есть такое понятие, как Startup RAM, то есть стартовый объем памяти, с которого она стартует. Ну, и потом диапазон динамической памяти. Так вот, речь идет именно о первом параметре. То есть вы можете менять параметр оперативной памяти, причем и добавлять, и удалять у виртуальной машины в состоянии работающем, обращая на это внимание. То есть вы можете в любую сторону вертеть. Соответственно, если машина нуждается в большем объеме памяти, а вы забыли включить, либо по каким-то причинам нельзя использовать динамическую память, напомню, не все компоненты, не все сервисы, не все приложения корректно умеют работать с динамической памятью. У некоторых производителей есть прям рекомендация не включать, не использовать этот механизм. А, к примеру, вам нужно память добавить. Вы-то теперь это можете сделать. В любом моменте увеличить, ну и если это не нужно, то уменьшить. Помимо этого появляется возможность у Microsoft добавления и удаления виртуальных сетевых адаптеров. Тут могу заметить следующее. Данная технология, опять же, не является уникальной. Microsoft не сделал что-то там сверхоординарное. Данный подход, данная возможность есть и у других производителей. Да, на самом деле она и у Microsoft давно была реализована. Просто Microsoft ее официально в системах не поддерживал. Функционал такой был. И вот, наконец, в 16 сервере они решили все это официально в системе закрепить. Фактически гарантируют ее работоспособность, корректное функционирование. Вы можете на работающей виртуальной машине добавлять сетевые адаптеры. Ну, еще раз, конечно, те, кто знаком с другими производителями, он может сказать, что это давно реализовано у конкурентов Microsoft. Но, видимо, Microsoft до какого-то времени считал, что это не является сверхважной задачей, ради которой стоит там активно в этом направлении работать. Ну, времена меняются. Microsoft тоже, видимо, меняет свой взгляд, мнение на эти технологии. И теперь такая возможность есть. Следующее, что, возможно, опять будет интересно тем, кто работает с виртуальными машинами, и особенно в ситуации, когда этих виртуальных машин очень много. Понятно, что когда у нас виртуальных машин много, у нас стоит задача идентификации этих машин, понимания того, что скрывается под названием, а что там внутри. И в том числе это касается сетевых адаптеров. Ну, добавил я адаптер. Как называется этот сетевой адаптер? Ну, элементарная как бы вот проблема, с которой, возможно, кто-то из вас сталкивается. У вас большое количество сетевых адаптеров на виртуальной машине, и вы решили там какой-то адаптер, допустим, удалить. Отключить, изменить, изменить настройку, перенастроить VLAN, сделать какую-то там, к примеру, активацию DHCP Guard или другой функциональности. Ну, я сейчас не буду переключать. То есть вы хотите изменить работоспособность настройки этого адаптера. И вы понимаете, что в виртуальной машине, естественно, сетевой интерфейс, который использует данный адаптер, то есть внутри уже гостевой системы, он, возможно, изменит свое состояние. Ну, к примеру, вы шерд отключаете, удаляете. И вопрос, который мы задаем сами себе. А тот адаптер, который я сейчас изменяю, это какой адаптер в операционной системе? Ведь они у нас как? Изначально маркируются внутри, да? Network Area Connection 1, 2, 3, 4, если вы сами не зададите название. И очень сложно сказать, адаптер первый здесь, это такой же первый адаптер внутри гостевой системы, а второй это второй внутри гостевой системы или как? А если я его отключу, я какой отключу? Третий, первый, второй? И вот сейчас есть возможность сопоставлять имена здесь адаптеров с теми именами, которые внутри гостевой системы будет иметь сетевой адаптер. То есть я вижу, у меня адаптер называется, допустим, Demo Network, он в гостевой системе внутри, когда мы откроем Server Manager, просматривать будем сетевые адаптеры, и сетевой интерфейс, он будет называться Demo Network. И я, когда отключаю Demo Network, я понимаю, что я отключаю, с каким сегментом сети он взаимодействует, в какую сторону, с какими он настройками. То есть у нас здесь путаницы не возникает. Еще раз, это, конечно, наверное, не актуально для тех, у кого одна-две виртуалки, он прекрасно осведомлен о том, что у него так и где крутится, а если у него один адаптер, то тут вообще безальтернативная ситуация, у него нет путаницы, нет проблемы, у него даже вопрос такой не возникает. Но когда у вас много виртуальных машин, а тем более вы не один инженер, вас таких много, возможно, они что-то там изменяют, возможно, вас не ставят в известность, ну и так далее. То есть это, конечно, сразу снимает вопрос путаницы, проблем, связанных с вот такими вот вещами. Следующее, что, опять же, интересно, это появление возможности, ну, наконец-то, что называется, сделали, указание альтернативных полномочий при подключении консолей Hyper-V к другим серверам. Если кто работает в рамках домена, у вас сквозная аутентификация, у вас не возникает сложности при подключении к Hyper-V узлам на других компьютерах. Вы просто берете консоль, неважно, с клиента какого-то там, подключаетесь. Если полномочия есть, вы подключаетесь, полномочий нет, вы просто не подключаетесь. Все, все очень просто. Вы можете подключиться к одному серверу, к двум, к пяти, к двадцати, ну, сколько надо, столько и подключаетесь. Ну, а если у меня нет домена, либо есть домен, но я хочу подключиться к машине, которая не член домена. Каким образом это сделать? И вот в шестнадцатом сервере такая возможность у вас есть, у вас есть возможность указывать credentials при подключении к каждому серверу. И различные эти, естественно, если у вас сервера нет члена домена, мы будем, ну, надеяться, что у каждого там свой логин, свой пароль, и они не одинаковые, к сожалению, зачастую именно так бывает, что они одинаковые для упрощения администрирования, но такая возможность есть. Управление более ранними версиями. Если у вас, ну, это традиционно для, конечно, нельзя сказать, что это новенькое, что это традиционно для Microsoft, если у вас есть новые версии операционных систем, что клиентских, что серверных, то вы можете использовать продукты для администрирования этих систем, для управления старыми, более ранними версиями операционных систем, того же Hyper-V 2012 и так далее. Вот. Ну и еще одна, ну, для кого-то, может быть, интересная возможность. Сейчас Hyper-V Manager использует для подключения Windows Remote Management вместо VMI, как это было раньше. Небольшой слайдик, но который скрывает очень много нового и интересного. Прежде всего, конечно, это Rolling Cluster Upgrade. Почему я о нем говорю кратко? Дело в том, что это вообще такая большая отдельная тема. Тема для многих администраторов болезненная, особенно учитывая то, как Microsoft относился к смешанным кластерам. Проблема, которая заключалась в том, что когда вам нужно перейти на новую платформу, перейти там, допустим, с 8 сервера на 12, с 12 на R2, у нас возникал вопрос, как это делать. У меня есть кластер, у меня в кластере крутится большое количество виртуальных машин, мне нужно выполнить апгрейд. Апгрейд напрямую не работал, потому что смешанная структура в кластере не поддерживалась. Вы не могли в кластер объединить сервера разных поколений. Более того, нельзя это было сделать даже, если у нас 12 сервер и 12 R2 сервер. Это разные сервера с точки зрения Microsoft, и в кластер вы не могли их свести. Как осуществлять апгрейд? При этом понимаем, что выключать сервера нельзя, машины работают, бизнес работает, бизнес критические задачи у нас. Как правило, выстраивался параллельно кластер, и каким-то образом мы по одной, может быть, в часы простоя потихонечку перетаскивали машину. Достаточно сложная была процедура, всегда возникали, скажем так, нарекания, всегда были претензии к Microsoft, в плане того, нельзя ли как-то этот процесс упростить. Ну, кстати, вот похожая задача, она решилась, конечно, в 12 сервере, это обновление кластера, когда вам нужно было ставить патчи на кластер. Вот, появился продукт специализированный, который решал эту проблему, последовательно на обновлении узлов кластера, для того, чтобы эту проблему с апдейтами решить. Но теперь у нас именно апгрейд как задача стоит. Вот, наконец, в 16 сервере, ну, можно, кстати, даже, наверное, будет тоже, как я уже говорил, какой-нибудь практический семинарчик сделать. Microsoft предоставляет функциональность по плавному, очень удобному апгрейду, переходу в новую, ну, скажем так, в новую среду на базе 16 сервера. Если у вас есть кластер на базе 2012R2, причем кластер высокодоступных машин, вы можете сделать очень простую вещь. Вы можете взять машину, вывести ее из кластера, апгрейдить ее, поставить 16 сервер, опять добавить эту машину в кластер, и у вас будет смешанный кластер, состоящий из двух платформ, и 12 сервера, и 16 сервера. Мигрировать в виртуальные машины на этот 16 сервер, затем взять следующий сервер, опять апгрейдить его, следующий сервер, опять апгрейдить, и до тех пор, пока вы не заапгрейдите весь кластер, собственно, вы виртуальные машины можете не выключать, вы постепенно все это переводите. Как только вы это сделали, и тут, кстати, вводится понятие, схожее с уровнем домена, уровень кластера, вот, пока вы не апгрейдите все сервера, кластер у вас работает в смешанном режиме, ну, фактически в режиме 2012 сервера. Как только вы обновили все сервера, вы можете этот кластер, используя PowerShell, заапгрейдить и перевести в режим функционирования 16 сервера. После этого, конечно, вы получите все возможности по использованию кластера, который есть в 16 сервере. Виртуальные машины, кстати, тут тоже замечу, они про результаты перевода с 12 сервера в рамках кластера на 16 сервер не теряют возможности обратного перехода. То есть, допустим, вы поставили 16 сервер, вы добавили машину в кластер, вы перевели туда виртуальные машины, они переехали, ну, и, допустим, вам что-то не понравилось. Как-то вот вам не нравится работа, что-то вас не устраивает. Это не значит, что, вот как это было раньше, дорога у нас в одну сторону. Например, вы можете назад все это дело откатить, вы можете вернуть машину на 12 сервер, ну, и, к примеру, что-то предпринять в отношении нового апгрейдженного сервера. Какие-то, возможно, действия. Может быть, какие-то конфигурации надо поменять, что-то еще внести и так далее. То есть, машины ваши будут бегать между серверами до тех пор, пока вы не проапгрейдите вообще в целом кластер. Ну, и потом, возможно, изменить сами конфигурации виртуальных машин, чтобы они работали только в новых реалиях. Ну, как я уже сказал, это на самом деле гораздо интереснее посмотреть, как это выглядит в живую, нежели на слайдиках. Потому что на слайдиках это, ну, давайте скажем откровенно, всегда везде красиво звучит. А когда касается практических задач, всегда возникают какие-то нюансы, о которых, ну, как правило, нам умалчивают в ходе вот таких вот презентаций и не говорят. Они всегда вылезают, к сожалению, когда мы на практике что-то делаем. Следующее. ReFS. Здесь тоже немножечко предыстории. Наверное, помнят многие появления этой файловой системы. Она очень возрастная. Microsoft очень долго работает над этой файловой системой. Вот Resilient File System, который является наследником NTFS. Она появилась в 12-м сервере, в R2 они продвигают и дальше, и дальше улучшают функционал. И следующее хочу сказать об этой файловой системе. Если в 12-м сервере Microsoft рекомендовал, позиционировал, видел эту файловую систему как файловую систему для файловых серверов, больших файловых серверов, то и не видел ее в области применения Hyper-V, ну, естественно, в планах-то у них все это было, скорее всего, просто все как и объяснимо и понятно, просто-напросто не было дописан функционал, не было стабильных сборок. В 16-м сервере Microsoft теперь позиционирует и рекомендует использовать RFS как файловую систему для виртуализации. При этом многие файловые операции, которые ранее были длительными, долгими и действительно занимали много времени, теперь выполняются гораздо быстрее, эффективнее на этой файловой системе. Ну, приведены два примера, вот, это создание VHDX файла, слияние VHDX файлов. Слияние происходит, когда у вас, допустим, те же самые родительские и дочерние дифференциальные диски, ну, либо когда у вас та же самая процедура работы с чекпоинтами. Там тоже процесс слияния идет, когда вы управляете, ну, там, конечно, не во всех режимах определенных. Вот, особенно это заметно, особенно это видно, если ваша виртуальная машина очень большая. Файлы огромные, слияние файлов, а когда мы говорим о слиянии VHDX файлов, мне хотелось бы, чтобы еще и машина-то работала, она не останавливалась, и мне хочется бизнес-процесс это не прерывать. Опять же, вопросы создания файлов. Если файлы очень большие, то тут тоже может быть большие по затрате времени задачи, которые связаны с созданием файлов. Ну, опять же, эти вопросы, наверное, интересно будет посмотреть на практических примерах. В некоторых случаях там действительно кратный прирост производительности. Он, возможно, не будет так актуален для тех, у кого мало этих машин и мало таких операций. При этой ситуации, в принципе, можно там и подождать, может быть, 5-10-15, может быть, и больше минут, когда эта операция будет выполнена. Но когда у вас таких объектов много, когда у вас постоянно идут процессы слияния, создания файлов, операция с этими файлами, инфраструктура очень большая, то, конечно, здесь вы будете получать большое преимущество. Плюс, не забываем, всех тех преимуществ, которые у ReFS были до этого момента, они сильно большие. Это и отказоустойчивость этой системы, работа с большими массивами, с большими размерами файлов, ну и так далее. Я перечислять не буду, кто, опять же, был на курсах, наверняка это все слышал, видел. И еще одна интересная возможность – это хост ресурс протекшн. Идея очень простая. Платформа виртуализации, которая у нас с вами работает, которая у нас с вами функционирует, она обеспечивает работоспособность ее, зависит, ну и стабильность ее обеспечивает работу виртуальных машин. Если у нас с вами сам хост, на котором работают виртуальные машины, он испытывает проблемы с производительностью, недостаточно ресурсов, а это может быть по причине того, что виртуальные машины, скажем так, ведут себя не очень хорошо, эти ресурсы в большом объеме потребляют, а мы изначально не ограничивали, не стали какие-то там рамы, границ по потреблению ресурсов, хотя мы можем это делать и по процессорам, и по памяти, и все прочее. Допустим, мы этого не сделали, то текущая реализация сервера это не позволяет сделать, а в 16 сервере будет заложен функционал, возможность ограничения работы таких виртуальных машин в плане потребления ресурсов, то есть она не остановится, мы не знаем, что мы ее выключим, как-то убьем, и какие-то там будем деструктивные действия в отношении виртуальной машины предпринимать, нет. Просто она будет меньше потреблять ресурсов, а хост всегда себе будет гарантировать достаточный объем ресурсов для нормальной, корректной работы. И здесь проблем никаких не более. Вот. Ну, в принципе, вот это вот все то, что я, ну, как я видел, на мой взгляд, интересное, хотя, еще раз повторяю, в виртуализации там очень много интересного появилось. Возможно, вы слышали, допустим, читали в интернете о других возможностях появление, так называемой Shielded VM, это защищенные виртуальные машины, технология, которая, ну, я почему ее здесь, собственно, не вставил, я о ней не рассказывал, технология ориентирована на защиту виртуальных машин от, ну, скажем так, излишне любопытных администраторов виртуализации. Это известная проблема, админ по виртуализации в силу специфики работы имеет, ну, действительно, практически не ограничен доступ к виртуальной инфраструктуре. Он может не знать пароля от гостевой операционной системы, он может не иметь доступа к ней, но он в любом случае имеет возможность, к примеру, скопировать файлы, получить доступ к тем же самым VHD-файлам. Вот. Возможность у него такая есть. Он все-таки, ну, действительно, практически не был ограничен в возможности получения доступа к виртуальным машинам. В 16-м сервере реализован функционал защиты виртуальных машин, вот, чтобы администратор не имел такого доступа. Это все можно настроить, это все можно сконфигурировать, но, на мой взгляд, это все-таки актуально для компаний, которые предоставляют услугу по размещению виртуальным машинам сторонним лицам, сторонним фирмам на какой-то договорной основе. Вот. И когда, допустим, заказчик не хочет, чтобы, не, специально оговаривает это в условиях договора, не хочет, чтобы администратор по виртуализации имел какой-либо доступ к этой машине. Киском к этой машине и так далее. Работал сам, ограничивали возможности копирования и так далее. То есть, это можно сделать. Ну, там различные технологии используются. Ну, опять же, на мой взгляд, это все-таки актуально для крупных компаний, где как раз задача такая по разграничению доступа, она стоит. Все-таки больше для тех, кто услуги такие предлагают на сторону третьим лицам. Если мы работаем в рамках своей собственной компании, то, как правило, там с этим проблем нету. Администратор по виртуализации, особенно зная специфику российских предприятий, у нас очень часто администраторы вообще выполняют широкий, за ним широкий спектр задач, в том числе и безопасность и все прочее. Поэтому есть вот такие возможности. Плюс отдельная тематика – это нано-сервер, о котором я вообще хотел бы сделать отдельный, может быть, даже семинарчик с практическими демонстрациями. Нано-сервер – очень перспективная, на мой взгляд, интересная технология, которая, ну, по крайней мере, в области Hyper-V, в области виртуализации. Если Microsoft пытается предложить то, что на рынке известно у другого вендора, это маленький исполняемый код, маленький дистрибутив и маленький объем установленной операционной системы, тот же конкурент от компании VMware, их гипервизор ESXi, который может, если кто эксплуатирует, наверное, знает, может вообще установлен быть на флешку, и работать, и загружаться может с флешки. Вот перспектива у Microsoft именно такая, то есть мы можем потом в будущем, используя маленький дистрибутив, то есть ядро операционной системы, плюс компоненты Hyper-V, и ничего больше нету, вот, мы можем с вами потом это все поставить тоже фактически нам какой-то с минимальным-минимальным объемом потребления ресурсов на какой-то носитель, тоже очень компактный, очень маленький, и не зависеть там, и не занимать пространство обычных жестких дисков. Маленькая файловая система, там, ну, очень-очень мало ресурсов. Ну, как я уже сказал, нано-сервер, наверное, требует все-таки отдельного такого разговора, потому что инструмент очень интересный, инструмент новый для Microsoft. Это фактически конструктор, который позволяет, используя, ну, по крайней мере, пока, я не знаю, как будет в будущем релизе, использует исключительно инструментарий PowerShell для того, чтобы фактически собрать операционную систему. В основе всего этого ядро, вокруг ядра выстраивается функционал, этот функционал может быть Hyper-V, функционал может быть, там, допустим, кластеризация, ну, и так далее, там, DNS. Список пока, по крайней мере, того тех возможностей, которые реализованы, награничен. Ну, возможно, Microsoft будет расширять этот список. Вот, на начальном этапе, по крайней мере, ну, опять же, пока управлять такой системой изнутри, то есть самой гостевой операционной системой нельзя. Там возможности очень ограничены, ну, в принципе, это объяснимо, и это правильно, на мой взгляд. Ну, все, что вы можете сделать, там, IP-адрес поменять, по большому счету, и все. То есть там консоль очень ограничен, там нет даже командной строки. То есть вы не можете с консоли зайти и что-то там в команду набрать, какую-то сделать, запустить, инициировать, установить. Там нет командной строки. Но вместе с тем, что очень тоже приятно управлять, вы можете этой машиной, подключаясь, используя все те привычные для вас способы, механизмы, которые вам знакомы и вы использовали ранее. То есть вы можете тоже Hyper-V консоль открыть, работать с кластерами, все удаленно, без каких-либо проблем. Ну, вот, собственно, об этом я и хотел рассказать. Но еще раз повторяю, в виртуализациях Hyper-V очень много интересного. По краю, честно говоря, сложно сконцентрироваться на чем-то, выделить вот что-то, что интересно вот именно потребителю.